Праздник Христова Рождества Праздник Христова Рождества Праздник Христова Рождества Радость, жития жизни в Христе, радость посвятить свою жизнь не суете, не корму не тому, что приходит, а тому, кто пришел спасти мир, как это сделал, как свою жизнь положил в житие с этой преподобной Василиско-Сибирский. Радость на все это взирать, это велика и слава. Но когда мы рассматриваем подробности происшествия Бога в мир, мы видим какие-то совершенно нечеловеческие условия жизни. Люди в домах живут, люди среди людей живут, а Бог не находится дома. Просто расселена дыра земная, становится его пристанищем. И жилище животных оказывается тем единственным местом на земле, в которое Бог сошел, где ему дали место люди на этой земле. И святой, казалось бы, мы когда читаем жития святых, не так все чудесно, не так все замечательно. Преподобный Мария Египетская перекрестила Иордан крестиком и перешла по Иордану. Преподобный батюшка Серафим Саровский вознес молитву своей кельи и из земляного пола зашло растение, выросла земляника. И он этой земляникой с цветочками, с ягодами тут же накормил пришедшего к нему вопрошателя. Как все хорошо в житиях святых. Ну, все просто вот так хорошо и просто, и замечательно. Перекрестил, взял, пошел, и тебе еще величание спели. Читаем житие святого преподобного Василиска и видим, что как-то вот не так, некомфортно, нелегко, непросто все дается. Чего стоит повествование о выходе преподобного Василиска и его самолитвенника-друга Зосины из затвора пустынного, в которое они ушли здесь, в сибирских писах, местах, когда 40 верст, которые они должны были пройти зимой до разлива рек, и этот путь можно было совершить за два дня, они сбиваются с пути. Никакая звезда им не светит, никакой ангел не берет их за руку. Они сбиваются с пути, и двое суток в зимнем лесу, в юго, отсутствие ориентира по солнцу, они идут трое, четверо, неделю. Ну, представьте себе, неделю приночевать, прижить в лесу, не в теплых палатках, как сейчас для туристов это делают, а вот так, в чем есть. Здесь полторы недели, две недели, они ищут путь, силы иссякают, никто им не гарантирует, что они найдут выход, исход из этого пути. Все усугубляется, переходя реку, преподобный будущий преподобный Василиска и перешел, а Зосима провалился. И вот он чем-то еще удерживается над ледяной гладью, а сам-то весь уже в воде, вылезти он не может. Вот какой жизнь, какое житие преподобных. Это как, можно подумать, что человек ушел в монастырь, ушел, ну все, надели подрясник, надели глобук, куколь, дали свечу, крест, ну все, теперь жизнь будет. Вот так, перекрестивши будем через речки ходить, и будет только одна земляника расти на пути. А кто реально соприкоснулся с жизнью, понимает, что не земляника, не иордан, который стал твердым, а лед, который грузовики выдерживает, проваливался под твоими ногами. И вдруг понимаешь, что ни жив, ни мертв, и что никаких сил человеческих для того, чтобы удержаться или вылезти из этого морозящего потока смертельного невозможно. Вот твоя жизнь, вот твои силы, вот ты действительно, никто и ничто ничего сделать не можешь. И не является ангелом с небес. И в этом, казалось бы, уже последнем человеческом порыве. Люди молятся Богу. Господи, помилуй, Пресвятая Владычица, Богородица, аще возможно, сохрани, изведи, помоги. И вот здесь, когда полная беспомощность человеческая, здесь является Божественная сила, которая помогает вылезти, выпрыгнуть из этого потока ледяного. А потом еще сутки, двое бродить по лесу и выйти из него, выйти в тепло деревенское и остаться живым и продолжать субботу. Это было когда-то в житии святого преподобного Василиска и преподобного Засея Верковского. Но всякие, кто как-то пытался, старался жить по-христиански, знают опытно, что не из чудес, а вот из таких падений, из таких провалов, из такой беспомощности, чаще всего составлены дни нашей жизни. Не только обращение к Господу, только обращение к Матери Божией, только понимание своей немощи, смирении создает почву для того, чтобы Господь извел нас из этой глубины и вывел на стезю твердую, вводящую в небесное царство. В сегодняшнем памяти святых 14 тысяч младенцев и приемных, обычно их вспоминают как-то, как величайшую трагедию, величайшее злодеяние, совершенное Иродом перед лицом родившегося младенца Иисуса Христа. Но на этом можно в свете родившегося Христа, в свете Его Рождества, можно посмотреть и с другой стороны. Господь, Иисус Христос, не сходит с небес на землю, прокладывает путь. Тот, который когда-то был сломан, разрушен, грехопадением Адама, он сходит с небес и показывает, что этот путь, он действует, что по этому пути можно идти. И он вводит в небесные обители 14 тысяч святых. Они не успели своей жизни согрешить. Они успели немножечко пожить в радость и в любви своих родителей. И Господь их вводит в небесные врата, в небесные обители. Кто-то говорит о великом злодеянии, а церковь радуется о великом победе, потому что Господь вот этот путь проложил, этим путем вводит младенцев, этим путем потом вводит иных, многих праведных, грешных, раскаивающихся людей. И этим путем может и нас ввести в свои небесные обители. Это такая надежда и утешение. Сегодня мы молимся, прославляя Христа, обращаясь к святому преподобному Василискому. Преподобный Василисич, молю Бога о нас. И сегодня мы обращаемся к святым младенцам и ухриевским, просяния их помолиться о нас, чтобы и нас, как неразумных младенцев, Господь в своей любовь и медвести судьбой, через всякие дороги, броды, лыньи, все-таки провел нас, мы ввел в свои небесные обители, для чего хочется пожелать в эти святые дни, каждому здесь присутствующему себе самому, с Рождеством Христовым, неподобному Василисичу, молю Бога, о нас, аминь. Благодаря Христа, Матушку, Сестер, Паки и Паки, что стараются украсить ясеньки, Богомладенца Христа, согревают их дыханием своих молитв, украшают цветочками, какими-то вот такими благоуханиями, и нас тоже привечают, поколение тихий слей, как вахлов, пастушков. Я за это благодарю, Матушка и Сестры, хорошо нам здесь быть, останемся здесь. С Рождеством Христовым, с памятой Святого Преподобного нашего Управителя. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже!